Когда-то, когда вышел фильм «Дом, в котором я живу», один шведский критик написал такую заметку, в которой он сказал, что в этой картине есть русская актриса, у которой лицо всех матерей мира, всех времён и народов. Ой, голубя, от них. Да когда ж ты у меня человеком станешь? Завтра, мать. Чего-чего? Нет, правда, завтра. Вот увидишь. Это было 36 лет назад, Господи. Но для меня это было, это можно назвать одним словом, счастьем. Большим человеческим счастьем. Но я бы не снялся в этой картине, в первой моей актёрской роли в кино, если бы не Валентина Петровна Телегина. Потому что я до этого поступал в АВГИК, в Институт кино. Мне один профессор сказал, что я в кино сниматься не буду. В общем, что-то у меня лицо какое-то не такое. Но через год я поступил в ГИТИС. И вот тогда-то мне предложили сниматься в Голубях. Я избегал их, помня, то, что произошло год назад. Она подошла ко мне и говорит, мальчик, ну что ж ты такой нехороший? Почему же ты не хочешь сниматься в кино? Ну, ведь неужели ты не видишь, что я твоя мама, а ты мой сын? Где-то такие были слова. Да тут не в словах было дело. Там вдохнуло таким изнутри. Притом тихо, негромко, ласково, добро. Валентины Петровны с нами нет. Она почему-то со мной. И когда совершаешь какие-то поступки и чувствуешь, что идешь где-то не по совести и идешь против себя, ну тут же возникает она. Стыдно становится перед ней, если что-то сделал не так. Вот честно могу сказать, как она мне помогает сейчас. В это, я бы сказал, я бы даже сказал, не сумасшедшее время. Безумное время. Потому что оно без ума, без души. Без совести. И счастье-то оно вот так колышется. Мне бы одно хотелось сказать. Валентина Петровна, если вы меня слышите, низкий вам поклон, дорогая моя, любимая, мама. Спасибо вам. Я всю жизнь, что, что мне отпущено, я постараюсь не подвести вас. Я все спрашивала. Когда же ты у меня человеком станешь? А ты уже в пути. Счастливого тебе завтра, сынок. Счастливого тебе завтра, мой человек. Все вот эти вот картины, и из картины в картины, и где бы она ни появлялась от нее, она излучала вот это вот добро, доброту вообще, какую-то невероятную жалость к людям. Ну, жалость, ну, как раньше говорили, жалеет, значит, любит. Вот эта любовь ко всему, что бы она ни играла. Что ж, на высылку? А встретились мы в воскресенье. Она играла, в общем-то, небольшую там роль. Но для меня, если бы ее не было, неизвестно, как бы повернулась вообще моя судьба. Потому что я непременно бы приняла то решение, которое ей на плече выплакивало. Когда я была в кадре, вот, и говорила ей, плача на плече, я не хочу больше играть эту роль. Я не хочу больше играть эту роль. Я не могу. Что они вообще со мной делают? Зачем они меня травят? И так далее. Ну, там были масса всяких нюансов. Не боятся они, бога, мироеды. Кровопивцы проклятые. Ни за что засудили девку. Она меня так обняла, мою голову положила себе на плечо. Тихо, 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 ты что, с ума сошла? Ты, только ты должна играть эту роль. И ты никого не слушаешь, чтобы ты никого не слушала, сосредоточься и так далее. Короче говоря, локоть такой, я всегда чувствовала, что будь здоров. Много ли годов-то? Четыре. Видно и вправду касатку. Правда-то Боров сживал. Делают, что хотят. Что ж, Дюша, строго. Оттого и строго, что денег нет. Были бы денежки до хорошего ловкача, но они от него соправдали бы. Ловкач меньше тысячи и плюнуть тебе не возьмет. Винцабы. Гомырки. Ну, что ж, давай. В основном так жизнь прошла в небольших, маленьких эпизодах. Но, вероятно, вот так судьба у нее сложилась. И она актриса именно вот такого материала. Но, невзирая на маленькие совершенно роли, она всегда становилась как героиней вот того произведения, в котором принимала участие. А вы знаете, что маленькие роли играют действительно труднее, чем большие? Знаете это, да? Или не знаю? Нет, наверняка. В маленькие роли надо обязательно попасть в десятку. Вот надо что-то такое придумать, что-то такое вот, чтобы вот не просто там текст проговорить, и не просто быть, знаете, такой вот, ну, естественной. Это мало. Вот так вот надо и попасть, и выстрелить. И чтобы за этим читалось, как капли воды неба. Ну, у нее, ну, как это? Настоишь и пей, ни одной веснушки не останется истинный бог. Чего страдаешь? Сумознаюсь. Что бы вы без меня делали? Она притягивала себе даже отрицательный ролик. Притягивала. Она не отталкивала, а притягивала. Притягивала, говорит, смотри, какая я гадкая. Смотри, какая я гадкая. И это обаяние работало на образ. Теперь понятно, чего Тонька за клуб-то хлопотала. Ей там ловко с ним. А мне хоть с голоду помирай. А все, она разлучница. Если бы не она, жили бы вы себе. Не трави ты мою душу. А что, у меня сердце-то каменное, что ли? Разве я не вижу, чего ты маешься? А Валентина Петровна для меня была тогда уже звездой. И поэтому нужно сказать, что когда мы начинали сниматься, дело было в Пенькове у Ростовского, пожалуй, самый для меня такой страшный партнершей и первой встречи, такой опасной, тревожной, которая долго готовилась, это была встреча как раз с Телегиной. Казалось бы, мягкость внешняя, с таким рыхловатым телом и мягким голосом, была весьма обманчивая. И такое благорасположение с улыбкой, обаятельным простодушным лицом. Нет, она могла поставить человека на место и очень точно знала свое место на этом свете, и в кинематографе, и в частности. Чего тебе? Пол-литра? У меня запечатанное есть. Она была гораздо мудрее того, что она делала, и гораздо масштабнее. Я думаю, что она могла бы работать в очень мощном Горьковском репертуаре, Горького и Островского. Вот такой наш русский хороший драматичный, в такой хорошей русской драме. Но тогда, в общем, ограничена была вся наша палитра и возможности чисто репертуарного порядка. Мне кажется, что она могла бы хорошо вписываться в структуру этих пьес, нашего классического, именно русского, российского репертуара. Такой актерский диапазон ее, несмотря на то, что он развивался в ограниченных, так сказать, рамках, ограничено это было ее, так сказать, психофизическими свойствами, но внутри этого она была беспредельна. И я так думаю, вот если бы она где-то сыграла любовь, в нее бы нельзя было не влюбиться. Нельзя. При том, что она, может быть, не красавица, вот в принятом понятии каком-то там длинные ноги. Вот, к примеру, за что любишь? Ну, другие говорят, за красоту. Не знаю. Красивой вроде никогда не была. Ну, это все неизвестно. Это на чей вкус? Известно, известно. Не знаю. Мне красота, к примеру, без интереса. А вот душу дай. Ну, другие говорят, души нет. Сердце, дай. Ну, без сердца лучше не жить. Она была чрезвычайно скромна, до застенчивости. Она была застенчива. И с этим она совмещала необыкновенный темперамент, такой, я бы сказал, казацкий темперамент. Как скажет, так как отрубит. Будь здоров. Предлагаемых обстоятельствах. Конечно, ее же нельзя назвать там какой-то аморфный, все такое, определенный, четкий, ясный характер. И вместе им объективный характер. Она всегда говорила правду. Вот. Не глядя на то, кому она ее говорит. Она какая-то очень совестливая была. И все время где-то вот казалось, что ей стыдно. Вот это всегда ощущалось. Стыдно так сидеть, стыдно так сказать. Хотя улыбалась и могла и поблагурить, и могла анекдот рассказать, и похохотать. Вот при всей своей простоте, якобы такой кажущейся, она была, в общем, непростой человек. Она не открывалась вот так вот запросто. Она все равно, ну, как мы все, наверное, мы, в общем, какие-то тайны в себе держим. В 1956-й год, может быть, где-то вот на полгода раньше, полгода позже, не знаю. Вдруг появился шпион немецкий в Берлине. Выступал он на пресс-конференции. А это был ее брат. После окончания Второй мировой войны я оказался на территории Западной Германии. где проживал на положении перемещенного лица под фамилией Кондрашов. Во время войны увозили детей в эвакуацию. И ее младший брат попал в этот поезд. Я не знаю, сколько было ему лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова